вот так батарея садится ребята всем привет я еду к маме отвезу ей гномика отвезу ей вещи джинсы у меня которые маленькие уже шампуньки такое приятные мелочи приеду буду заниматься делами юрка сегодня дома работает стульчик меня отремонтировал с самого утра спасибо черепашка ниндзя реально да он похож рюкзаком на черепашку ниндзя она девочка написала тебе привет привет кто-то помнит да хоть кто-то помнит кстати юра очень любил черепашек ниндзя смотрите кто иван не надо вам недорого а нам нужен стол юра говорит выбирай себе стол компьютерный потому что тот который у меня сейчас это его стол он себе заказывал отжали вот я себя вот там как зашла на розетку столько вариантов передать очень много нужно посидеть и подумать я знаете вот думаю брать ли мы шуфлядками потому что там как всегда будет знать там будет все перемешку прохладенько прячь камеру и топаем на маршрутку ира проведет мне как всегда и 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 Настал тот день, когда мы отдаем этот диван бесплатно. Поставила объявление на OLX. Ребята сразу начали звонить. Первый парень вот сегодня и забирает. Там очень хитро сделанная бабушка звонила. Говорит, а вы можете нас пропустить первым? Я говорю, конечно, нет. Очередь слышали такое слово. Поэтому, если не заберут, вас наберу. Как видите, давайте начнем с того, что он написан предыдущими детьми, которые здесь жили. И здесь было много-много покрывал. Такая вот вмятина. Мы просто его отдаем бесплатно. А потом... Боже, Ева, хватит зевать? Потом мы со временем купим что-то на OLX. Додирай, додирай свою любимую. Хозяевам купим что-то на OLX, а себе купим новый. Ну, как-то себе купим новый. Заберем потом, когда, может быть, будем съезжать. Мы и так здесь уже 5 лет живем. В принципе, думаю, еще 5 проживем. Вот. А когда будем съезжать, купим хозяевам что-то подобное за тысячу гривен на OLX. То есть, они без дивана не останутся, но нам такое не нужно. Мы сейчас будем переносить сюда нашу софу, а-ля кровать. И здесь уже будем ночевать. Здесь, по крайней мере, воздуха больше. И Юрка рад. Я рад, что этот диван исчезнет сейчас через полчасика. Да, наконец-то. Он раскладывается. Там есть белевая ниша. Вот видите, пятно. Это чай или кофе, не знаю, или что другое. Раскладывается. Мы, у нас матрас толстый. Бенька вышел. Бенечка, ты вышел гуляться? Он тихо какает. Мы с Юрой сходили на улицу, проветрили, сели по шаурме. И теперь жалеем, что мы ее съели. Нам так плохо. Я в последний раз сел такой говно все. Да. И хватит. Ну, что-то так захотелось. Ну, оно же хочется дерьмиться вот этого прижаренного, там, с пахностью. С чесночком. Да. Он тебя заманивает этим всем. Вкусненьким. Ну, что вновь, если разобрать шаурму. Ну, то можно сделать. Да, кстати, помнишь, я делала? Очень вкусно получалось. Ну, вот такая у нас. На обивку, на переобивку, на реставрацию, это вообще идеальный вариант. Они, там каркас классный, сосновый. Здесь они поролон поменяют, обивку сделают, могут продать за 5 тысяч. Поэтому тут есть такие, которые ждут, чтобы бесплатно кто-то что-то отдал. Ну, конечно. Да. Вот мы будем. А я сюда угловой классный присмотрела. Трансформер, он делается с разных сторон угол. И плюс еще спальное место от стены. Ну, короче, классненький. В будущем купим. Ну, так что, вот такие дела. Я попылесосила здесь полностью все. Кстати, радио есть, Юрка, знал. Точка радио. Ева тоже, наверное, рада. Ну, вообще, понялить надо. Сейчас, Юра. Ура, ребята, у нас нет дивана. Забрали, ребята. Ребята, ребята, наконец-то. Вот и все, мы переместились. Теперь мы здесь будем спать. Здесь светлая комната. Я уверена, что я буду даже раньше просыпаться. Да, Ева? Буду раньше просыпаться, чем там. Моя кися. Юра уже ноутбук принес. Может, какой-то фильмец посмотрим. А там я буду выбираться, завтра складывать это все. Кайф! Итак, все. Мы перестановку сделали. Я, кстати, заплела с утра колосок. Я мыла голову в надежде, что у меня будут красивые кудри. Я завтра буду, скорее всего, распускать. Посмотрим, что получится. Ну, вроде должно получиться неплохо. Я уже как-то так экспериментировала. Как-то очень подустали мы с этим диваном. Сегодня Юра сидит, работает уже в своем офисе. Закрыла его. Работает сидит. Я монтирую влог. И хочу... Я уже, скорее всего, завтра буду складывать, собирать. Все так я попылесосила. Потом уже полы мыть. Ну, по мелочевке, как обычно. Еве прям очень здесь понравилось. Ева, да? На Беню смотрит. Бене вышел гуляться. Сейчас возьмем его. Вот Бенька. Кто спрашивал, как Ева к Бене, они как вообще. Бенечка, мой мальчик сладкий. Покупать тебя надо. Пойдем мыться? Мыться пойдем? Баньку сейчас устрою ему. Вот. Будем валяться здесь, спать. А что робить? А что еще робить? У Юрки там уже можно и ковер какой-то купить. Неплохой. Видите? Ничего не происходит. Я вообще боится. Может сейчас уйти, прыгнуть. Как-то он ей не слишком симпатичен, к сожалению. А мне ты нравишься. А мне ты нравишься, мой малыш. Он вот так вот. Беня, домой. Домой, домой, домой. Домой. Все. В клетку. Несем в клетку. Вот так вот и все. Я ему тут тряпок настелила, чтобы ему было удобно. Он чихал, просто не чихал, а хрюкал. У него синусит подобие. Я ему купила вот такие детские капли. Вот, аквамарис капаю ему. Он, кстати, не против. Да? Он не сильно так прям, ну, вырывается. Он, наверное, знает, понимает, что это нужно. Сину пред давала. Это взрослые лекарства, то есть людские лекарства для крыс. Это вообще нормальное явление, потому что на них же опыт делают и все такое. Поэтому просто там громовка другая совсем. Беня, пойдем сейчас мыться. Еще такая новость. Я сейчас тестирую новый телефон Nokia 3.4. Вот так он выглядит. Дизайн, конечно, бомбический. Если честно, мне очень нравится. Смотрите, какой экран огромный. Вообще телефон, он такой длинненький. Он не слишком широкий. За счет этого хорошо лежит в руке. Вот эта вот точечка, это камера. Вот видите, маленькая. И задняя панель. Смотрите, как он круто выглядит. Вообще здесь отпечаток пальца снимается. Тройная камера. Это вам не хухры-мухры. Тройная камера. Здесь можно сделать портрет. Широкоугольная камера. И можно также ночной режим включать. Без проблем фотографировать. Я здесь даже уже делала фотографии. Сегодня выходила на улицу. Вот это то, что... По качеству покажу вам то, что в комнате. Вот. Пачество довольно неплохое. И на улице. Вот такого плана. Просто пробовала разные варианты. Вот широкий угол. Ну, такой телефончик. Он бюджетный. Он стоит 3999 гривен. В основном во всех магазинах. И для своей цены он довольно неплохой. Что касается экрана, самого корпуса. И вообще скоростью. Он ни разу не зависал. Довольно мощный. Но я его еще юзаю. И потом уже более подробно расскажу. В инстаграме расскажу о нем. Кстати, вы напишите. Есть у кого-то такой телефон? Nokia 3.4. Возможно, какая-то другая модель. У кого есть именно 3.4? Интересно ваше мнение послушать. Ну, те, кто может уже месяц или больше месяца с ним. Напишите. Буду благодарна. Сегодня я купила мандарины. Юра опять помелу свою ест. В прошлом году, помните, тоже мы так подсели. Я знаю, что многим она нравится. Но вот эти вот мандаринки маленькие, с мягкой вот этой вот попкой. Прям обожаю. Для меня они такие сладкие. Юрий, они не сладкие. Мы совершенно разные с ним. По вкусовым каким-то впечатлениям. Да. И по температуре. Вот когда ему жарко, мне холодно. И наоборот. Поэтому мне они очень сладкие. Поверьте. Там еще пакет в холодильнике есть. Она брала. Нужно было, конечно, еще больше брать в сельпу. Потому что идти далеко. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok